С вами новости Анапы в студии Кристина Арабина. Здравствуйте. В начале о главных темах этого выпуска. 30 тысяч гектаров сельхозназначения ушли под стройку. Ну и куда же мы такими темпами-то придем? Виноградопригодные земли защитит краевой закон. Основные решения, принятые на сессии законодательного собрания. Будет такой достаточно крупный грант, я думаю, более 100 миллионов рублей. Новый облик театральной площади. Концепцию главной городской площадки обсудили на стратегической сессии. Я приходила в новогодние праздники с 6 утра, даже полшестого, уже начинала обход. Люди труда. Герой нашей новой рубрики – заведующая инфекционным отделением городской больницы Наталья Коблянская. Пасхальные богослужения в Краснодарском крае пройдут на открытом воздухе и с ограниченным количеством прихожан. Подготовку к предстоящим майским праздникам обсудили на заседании оперативного штаба, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев. В работе в Анапской студии принял участие мэр города-курорта Василий Швец. Заседание оперативного штаба было посвящено проведению майских праздников в условиях пандемии. Ситуация в крае с заболеваемостью коронавирусом пока стабильная. Но губернатор подчеркнул, важно тщательно проработать все мероприятия с участием людей, в том числе пасхальные богослужения и парады Победы. Мне мнение очень важно, коллеги всех вас, то есть, как мы и говорили, мы надеялись, еще раз подчеркиваю, что мы по количеству заболеваний в сутки опустимся ниже 100 случаев, ниже 100 человек, но мы не опустились. Поэтому, безусловно, вопрос сегодня выносится в первую очередь на обсуждение, проводим ли мы парад, посвященный Великой Победе 9 мая, со зрителями, либо без, с ограниченным участником зрителей, то есть те уважаемые ветераны, участники локальных боевых действий, вот только они. Пожалуйста, вам слово. Ну, однозначно без зрителей, потому что это увеличит риск, так сказать, роста заболеваемости. Владимир Алексеевич, вы как считаете? Конечно, без зрителей, Венеонич. Конечно, без зрителей. Нафисе от Хусейна, то есть вам... Я поддерживаю коллег, действительно, без зрителей, потому что это более безопасный метод на сегодняшний день избежать контактов. Коллеги, ну тогда и парад на главной площади нашего края, посвященный 9 мая Великой Победе, будет проходить с ограниченным количеством зрителей, то есть в рамках того, что мы предлагаем, предложаем только до 100 человек уважаемых и ветеранов, и участников боевых, локальных действий. Но я прошу Галина Александровна Жукова вас организовать прямую трансляцию этого парада, как это мы сделали на казачий парад. Каждый, находясь у себя дома, может увидеть парад, посвященный 9 мая, который будет проходить на главной площади Краснодара. Также губернатор поручил организовать и прямую трансляцию пасхальной литургии. Прихожане при этом смогут участвовать в службе на территории храмов с учетом социальной дистанции и других мер санитарной безопасности. Охрану общественного порядка обеспечат сотрудники полиции, казаки и волонтеры. Никита Бойко, Алексей Девейкин, Михаил Григорьев, Анапа, Регион. Виноградопригодные земли теперь будут под надежной защитой краевого закона. Накануне его рассмотрели и приняли в первом чтении депутаты законодательного собрания. Что думают об этом законопроекте сами виноделы и почему строительной отрасли он не навредит, выяснил Никита Бойко. Совсем недавно здесь были заброшенные поля. Все изменилось в прошлом году. Осенью посадили саженцы Каберне, Рислинга и Шардоне. Этой весной на полях устанавливают шпалеры. Вот, отсюда пойдет уже почка. Он начнет отбивать, дальше пойдет подвязка и дальше он пойдет расти. Виноградники под поселком Просторным раскинулись на площади в 730 гектаров. И здесь планируют в ближайшее время расширить угодья. И для этого есть все условия. Виноградопригодные земли, которые до этого легко могли поменять статус и уйти под жилую застройку, теперь под надежной защитой. Конечно, это все правильно, потому что и так земель мало, которые остались под виноградники. То есть даже в нашем хозяйстве на данный момент 1870 гектар. Из них пригодно 1200, остальное все, то есть виноградники на них даже рис не будет расти, скажем так, сплошной камыш. В доперестроечные времена виноградники на Кубани занимали порядка 55 тысяч гектаров земли. Сейчас практически вдвое меньше. Строительный бум поставил под угрозу само существование отрасли. Чтобы сохранить то, что осталось, и не допустить застройки бесценных земель, по инициативе губернатора Краснодарского края был создан реестр винограднопригодных земель. В Анапе к этой работе приступили первыми. Была создана специальная группа, которая провела полный мониторинг. Более 10 тысяч гектаров в нашем муниципалитете уже заняты янтарной ягодой. А порядка 12 тысяч гектаров вошли в список как виноградопригодные. У нас сегодня значится официально 27 тысяч гектаров под виноградниками. 40 тысяч гектаров у нас, по заключению ученых, являются виноградопригодными. А вот посмотрим на Анапу сегодня в новом проекте генплана Анапы. Из-за стройки, из черты потенциально новых границ Анапы исключается 3000 гектаров виноградопригодной земли. Но это мы только сегодня делаем. А если бы не исключили сейчас, ну еще генплан, правда, не принят, но я надеюсь, что и депутаты Анапы поддержат. В Анапе, по большому счету, другого земли-то нет, она там практически вся виноградопригодная. Помимо того, что мы навсегда теряем виноградопригодную землю, которая, по большому счету, только в Краснодарском крае и в Крыму. И больше, больше такого качества во всей стране нет. А мы теряем раз и навсегда. По поручению Венина Ивановича была проведена достаточно широкомасштабная работа, где изучались именно эти вопросы. И по ряду муниципальных образований возникла ситуация, что очень легко земли сельхозназначения идут у нас под застройку. Мы очень рады и гордимся тем, что мы входим в число лидеров по вводимому жилью, по количеству сдаваемого жилья в эксплуатации. Но в то же время мы аграрный регион, мы житница России и негоже земли сельхозназначения запускать под застройку. С этого дня все сельхозугодия и виноградопригодные земли под защитой краевого закона. Депутаты приняли его в первом чтении. Территории, которые вошли в реестр, можно будет использовать строго по назначению. Но и интересы строительной отрасли ущемлять никто не собирается. Но все нужно делать с умом, учитывая особенности Краснодарского края. Те, кто говорит о том, что мы ограничиваем сегодня развитие строительной отрасли нашего края принятием вот этого закона о запрете. Стоительство на землях сельхозназначения. Нет. Коллеги, нет. Я хочу и вам пояснить, и им ответить, тем, кто это говорит. Мы ничего никому не запрещаем. И не ограничиваем. Мы сбалансируем интересы строительной отрасли, поймите правильно, с интересами и санаторно-курортной отрасли, и агропромышленной. Почему? Ну потому что не может строительная отрасль развиваться за счет и агропромышленной, и санаторно-курортной. Ну не может. Они тоже должны развиваться. Поэтому мы сегодня все сбалансируем интересы. Знаете почему? Ну потому что, по моим данным, за последние 5 лет мы потеряли 30 тысяч гектаров сельхозназначения. 30 тысяч гектаров сельхозназначения ушли под стройку. Ну и куда же мы такими темпами-то придем? Мы же, коллеги, не всероссийский спальный квартал. Мы же все-таки житница страны и здравница страны. Ну, наверное, это так. И всегда на Кубани были приоритеты на эти отрасли. Агропромышленная и санитарно-курортная. Сегодня на Кубани действуют программы поддержки для инвесторов. Депутаты законодательного собрания в этот день поддержали инициативу краевых властей о налоговых послаблениях для представителей бизнеса. Со следующего года инвесторам обнулят ставку по налогу на имущество и налогу на прибыль на срок действия специнвестпроекта. Специнвестконтракт – это особые условия, это особые преференции для инвестора. И если уже решение принимается, безусловно, что вот этот инвестор нам выгоден, то это стратегически важно для развития экономики региона, потому что с ним заключен специнвестконтракт. Поэтому, конечно, здесь нужно обнулить, безусловно, налог на имущество и налог на прибыль. Ну, здесь и другая еще философия, друзья, если он к нам не зайдет, то мы вообще не будем иметь никаких новых предприятий, потому что просто-напросто он не придет, потому что условия мы ему не создадим. А что он нам даст? Он нам все равно даст новые рабочие места, это принципиально важно. Там высокотехнологичные производства он нам даст. Это рывок в развитии экономики, если хотел, в определенных отраслях экономики. А потенциале, конечно, это уже дополнительные налоги. Но дополнительные мы не отнимаем ничего сегодня из существующего. И выпадающие доходы для бюджета мы не делаем. Еще раз подчеркиваю, это для инвесторов. Такими действиями мы приглашаем инвестора заходить. Минимальную ставку налога на имущество организаций установят и для тех инвесторов, которые по концессионному соглашению будут строить школы и детские сады. И здесь Краснодарский край заручился поддержкой правительства страны. За три года планируется создать около 30 тысяч школьных мест. При этом около 90% затрат будет компенсировать федеральный бюджет. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Сегодня в Анапе состоялась очередная сессия Совета муниципального образования. Заседание провел председатель городского парламента Леонид Краснорудский. В работе сессии приняли участие первый вице-мэр Светлана Балаева и исполняющий обязанности Анапского межрайонного прокурора Артем Бакумов. Сессия Совета депутатов началась с важного вопроса. О присвоении звания почетный гражданин Анапы, участнику Великой Отечественной войны Виктору Михайловичу Мещенко. Много лет он посвятил работе в школе номер 11 села Субсех. В настоящее время возглавляет ветеранскую организацию сельского округа. Мещенко Виктор Михайлович имеет награды и поощрения. Значок «Отличник народного просвещения», медаль «Ветеран труда», медаль «За взятие Берлина», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», медаль «Доблесть и отвага», нагрудный знак «Общественное признание гордость Анапы». Виктор Михайлович знает, наверное, каждый житель города-курорта Анапа, о его боевых и трудовых заслугах знают также все. За присвоение звания депутаты проголосовали единогласно. Первый вице-мэр и спикер совета поблагодарили народных избранников за принятие такого важного решения. Признание таких людей почетными гражданами – это формирование нашего, наверное, правильной гражданской позиции внутри муниципального образования и вектор, на который должны ориентироваться наши дети, наша молодежь. Именно такие люди сегодня с нами рядом живут, делятся своим жизненным опытом. И это, наверное, знаково, что накануне 9 мая именно наши ветераны получили заслуженное признание. Далее депутаты перешли к хозяйственным и финансовым вопросам. Они заслушали отчет о реализации нацпроектов на территории Анапы в прошлом году. Курорт принял участие в семи проектах. Общий объем финансирования превысил 120 миллионов рублей. Обновлена материально-техническая база в трех школах, еще в трех оборудованы точки роста, благоустроен парк в станице Анапской, реконструирован водозабор в хуторе Заря, приобретены шесть школьных автобусов, и это далеко не полный список. Из городского бюджета сегодня были выделены почти 6 миллионов рублей на обустройство спорткомплекса в селе Цибанабалка. На этот объект Анапа также получит дополнительное финансирование из краевой казны. Наш муниципалитет стал единственным в регионе, которому выделят деньги на эту статью расходов. Муниципальное образование города Анапа прошло успешно отбор в краевом отборе на выделение средств на приобретение оборудования на физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа по адресу села Цибанабалка, улица Садова, перевод штабной. В связи с этим необходимо подготовить основания и установить это закупаемое оборудование. Также сегодня депутаты внесли изменения в ряд муниципальных программ и утвердили отчет об исполнении бюджета за прошлый год. Его отличительная особенность – профицит. Почти 82,5 миллиона рублей. Для муниципалитета это очень неплохой показатель. Алексей Дивейкин, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Жители Анапы приняли участие в стратегической сессии, на которой обсуждалось будущее театральной площади. Курорт принимает участие во всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений. Обязательное условие конкурса – именно общественное обсуждение технического задания. В случае победы заявки Анапа может рассчитывать на выделение крупного гранта из бюджетов всех уровней. К обсуждению будущего театральной площади Анапы приглашались все желающие, как профессиональные архитекторы, так и горожане, которым есть что предложить проектировщикам. Участников стратегической сессии разделили на 8 групп. Каждая из них должна была представить интересы определенной категории пользователей общественного пространства, например, туристов, пожилых граждан, детей и подростков. Наша группа, коль занимается подростками 14-17 лет, то мы решили, что в первую очередь им нужен бесплатный Wi-Fi, лавочки с подключением интернета. Потом, значит, для того, чтобы ребята не просто сидели, зону танцев им устроить с выдвижными лавочками вместо ступени у Родины, которые во время праздников могли бы убираться. Все мнения участников проектной сессии учтут при составлении технического задания на проект развития театральной площади. Этим занимаются профессиональные архитекторы и эксперты из Санкт-Петербурга. Сейчас они выясняют, какой хотят видеть главную площадь города и сами анапчане, и туристы. Людям немножко обидно, что это просто используется как транзит до остальных точек, и ей не хватает живости. Также услышали запрос сегодня, причем не только здесь, но и на самой площади, что очень не хватает тени, в сезоне там очень много солнца, и людям там просто негде отдыхать. Общественное обсуждение – обязательное условие всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды, в котором участвует Анапа. В случае победы курорт получит солидное финансирование. Тут мы делаем комплексную заявку, где есть много разных участников, есть и деньги федеральные, которые патронируют Минстрою Российской Федерации, Министерство Советской Федерации. Будут деньги краевые, деньги муниципалитета. Все вместе будет такой достаточно крупный грант, я думаю, более 100 миллионов рублей. Присоединиться к обсуждению еще не поздно. В социальной сети ВКонтакте создана группа «Театральная площадь» в Анапе, где также принимаются любые мнения и предложения. Заявка на всероссийский конкурс должна быть составлена до конца мая. Никита Бойко, Алексей Дивейкин, Михаил Григорьев, Анапа-регион. В преддверии 1 мая мы запускаем новую рубрику, в которой будем рассказывать о тех, кому и посвящен этот праздник, о людях труда. Это анапчане, которые внесли свой неоценимый вклад в развитие нашего города-курорта. А начнем с человека, который сегодня находится на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией и сделал очень много для того, чтобы мы с вами были здоровы. Итак, наш первый герой – Наталья Кобылянская, заведующая инфекционным отделением городской больницы. Более 30 лет Наталья Кобылянская работает врачом в Анапе. 20 из них занимает должность заведующей инфекционным отделением городской больницы. Отмечены благодарностями и грамотами как на муниципальном, так и на краевом уровне. При ее личном участии разработана программа, которая позволила значительно увеличить выявление и постановку диагнозов на ранних стадиях. А во время пандемии Наталья Владимировна оказалась на передовой борьбы с коронавирусом. Конечно, всем хватало работы. Больной не успевал выписаться, уже другой его ждал. Я приходила в новогодние праздники с 6 утра, даже полшестого, уже начинала обход. И уходила домой практически переспать. Это очень сложно. Всем было очень. Все службы работали полностью с ковидом. Еще, конечно, предстоит справляться. Еще надо время. Ну, слава богу, обошлось. Закрыли мы госпиталь. Сейчас таких тяжелых форм нет. Пасхальные куличи с необычным сладким декором уже сейчас можно приобрести в магазине любимые продукты. Вот уже 15 лет в нем работает собственная кухня, в которой профессиональные повара создают кулинарные шедевры. Торты, пирожные – основные блюда, а в преддверии Пасхи – традиционные булочки с изюмом. Их главное правило – готовить угощения только из натуральных кубанских продуктов. Кулич – традиционный пасхальный хлеб, выпекаемый накануне светлого праздника. Почти у каждой хозяйки есть свой рецепт приготовления, в том числе и у поваров кулинарии любимые продукты. Рецепт классический – в тесто добавляется изюм. А вот в плане украшения каждый кулич превращается в произведение искусства. Так пасхальные булочки становятся гнездом для маленьких птенцов, ореховой полянкой с цветами, белоснежным облаком или заячьими ушками. Очень хороший магазин. Я тут уже много лет прихожу и заказываю. Лично они все это придумывают. Каждый раз все новое, ничего не повторяется. Вот даже такие вот, видите, тоже кролики. Вот они у них продаются, но я вчера купила. Это очень тоже вкусно, кексы очень вкусные. Перед Пасхой каждый кулич и праздничный сувенир в магазине освещает батюшка. Повара могут сделать партию угощения на заказ. Такое лакомство в красивой упаковке станет отличным подарком друзьям и близким. Сюрприз можно дополнить и тематическими сувенирами. У нас очень большой выбор посуды, касающейся Пасхи. То есть символом зайцы, кролики, куры, цыплята, яйцо. Солонки, курочки, блюда с пасхальными яйцами, свечи и сувениры. Всё это ручная работа. Небольшие элементы декора помогут не только украсить кухню или гостиную, но и создадут атмосферу праздника. А для тех, у кого выбор подарка вызывает трудности, сотрудники магазина соберут праздничную корзину с угощениями. Любимые продукты расположены по адресу улица Заводская, 105. Время работы с 7 утра до 10 вечера. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-Регион.